ну что starcraft 2 по дворе 2021 год строков 2 вроде как вышел 2010 году с тех пор вообще в стратегии никогда не играл в дизайта из of legends так и варка в тренер на все играли наидревнейшие так тут что-то пишет короче заставка планета сменить это все они собирают коллекции повторяем помню что вы дыкать создатели обречения справка где заставка вот я играл и бесплатно было бесплатно значит только первая компания теперь все есть компании официально но скажу так впечатление от того насколько крутая игруха по меркам вот из всех стратегий что я видел но не знаю наверно круче нет по прокачке и героев там и известна на весь мир игра что это кибер дисциплина сразу скажу чего-то там достигать с кем-то там пвп я не собираюсь хочу пройти с первой по последнюю кампанию все на сложности новичок буду играть потому что я не заброт в стратегиях вот эти все кнопочки как-то быстро кликать там надо и вот эту всю херню я особо не знаю такс тут говорят продолжить больше новая компания наверно на диаролик много историй непонятно что там надо делать давайте пузырье сапоги не биться любите завершена нам наверно надо с новую кампанию испытание это я не знаю чуть-чуть такое продолжить тоже не знаю тайку сфин ли поймите и сразу скажу предысторию starcraft 1 я не знаю единственное что я знаю вот это вот сара керрига баба она короче баба вот этого чувака ну или не баба не как-то парифаны короче вот и она вроде как помирает в конце первого строка и если не ошибаюсь ну я в него никакого точно не за поэтому где ролик и хрен узнать что там будет интересно новой истории почти три столетия люди полагали что они одни в секторе капролу они заблуждают пришли зерги поглощающие все на своем пути а следом протасы высокоразвитая раса готовая истребить тиранов лишь бы очистить зараженные зергами миры человечество оказалось втянута в чудовищную битву на три фронта тем временем разразилась гражданская война шерифу джим рейнер поклялся отомстить диктатору арктуру мэнгску за то что тот предал его возлюбленную сару керрига на народ вы там скоро и вот о чем я и говорю и дело этого поздно штурман дайте флоту сигнал и выводите нас с орбиты вот это шара и медленно верного бойца бросили на растерзание зергом но у зергов были другие планы они изменили сару и с помощью ее псионные силы подобрались к своей настоящей цели родному миру протасов айуру протасы были захвачены врасплох тем временем конклав отправил вершителя органица в погоне за капитаном тассадаром который отказался уничтожать зараженные миры тиранов их пути пересеклись с темным тамплиером собратьев которого конклав объявил еретиками зератул с трудом убедил тассадара и артаница что он им не враг вместе они объединили силы протасов в борьбе против зергов и хотя конклав был разгневан им удалось нанести рою ряд болезненных поражений зератул сразил одного из церебралов сверхразума но его собственный разум оказался уязвим из его мысли сверхразум узнал расположение айура и рой обрушил всю свою силу на родной мир протасов именно тассадар спас тамплиеров от истребления используя силу тамплиеров и темных он пожертвовал собой чтобы уничтожить сверхразум айур был потерян но артанис переправил выживших на планету темных тамплиеров шакурас вражда осталась в прошлом тамплиеры были в долгу перед своими собратьями без сверхразума рой распался керриган стремилась взять зергов под контроль и прибегнула к помощи старых друзей и врагов рейнара менгска зератула укрепив свою власть королева клинков предала их миллиарды тиранов и протасов погибли преимущество осталось за зергами но к всеобщему облегчению война закончилась зератул заподозрил что зергами управляют темные силы он увидел в пророчествах что древнее существо амун пытается смешать протасов и зергов чтобы создать новую форму жизни чудовищным гибридов и что это зло возможно уже поработило керриган в то же время вершитель артанис провозглашенный героем возглавил оба народа протасов став иерархом артанис объединил своих собратьев и пообещал что однажды они вернут себе славу утраченную на айре о таком единении джим рейнер мог только мечтать менгск по-прежнему было власти а повстанцы рейнера не могли справиться с пропагандой доминиона пора было менять стратегию вот так вот преступление что больше видеоролик это что то же самое говорят человек узнает себя только тогда когда его лишают свободы это какой-то закадычный карифан рейнер интересно насколько хорошо знаешь себя заключённый встаньте на платформу арестант арестант 626 пират предатель сегодня ты выходишь на свободу но скоро ты поймешь что даже у свободы есть цена. Скафандр собран и запаян. Твоя тюрьма всегда будет с тобой. Добро пожаловать в новую клетку. Тебе ли не знать, грядет война, и она принесет как славу, так и страдания. Вперед, мистер Финтли. Свобода ждет. Черт, давно пора. Запаяли, типа. Вперед, мистер Финтли. Вы не играли в стратегии или играете впервые. Буду с новичка. Будем со всем самым нубом. Эксперт это все потом, может быть, буду перепроходить. Сначала бойца, потом ветерана, потом уже эксперта. Тогда-нибудь. Новичок. Ну, баз. Поехали. Говорят, человек узнает себя только тогда. Пропустил ролик, отлично, я же его смотрел. Пограничный мир, космическое пространство Доминиона, сектор Катруду. Повторно колонизировано в 2002 году. Ну, тогда посмотрим. Вот это нормальная тема. К другим новостям. Император Арктур Минкск провел пресс-конференцию, посвященную четвертой годовщине окончания так называемой войны зерков. На конференции побывала Гейт Локвелл. Император, угроза нового вторжения зерков все еще очень велика. Но вместо укрепления армии вы тратите триллионы на выслеживание бывших повстанцев, таких как Джим Рейнер. Джим Рейнер представляет прямую угрозу Доминиону. Этот беспринципный мятежник сеет ужас и панику по всему сектору. Его банда подонков спровоцировала восстание в шести колониях и похитила огромное количество... Я же беру боденка его. Я верю вас. Преступник будет привлечен к ответственности. И очень скоро. Сначала поймай меня, сукин ты сын. Адъютант, войска готовы к бою? Войска готовы и ждут приказов, командир. Загружаю тактические данные. Отлично. Застоялась наша революция. Пора взяться за дело. Вот это я понимаю. Станция Дальняя. Важнейший транспортный узел Доминиона на Марсаре. Подрыв власти Менгска в этом поселении остановит экономическую деятельность Доминиона на всей планете. Так, иди все. Робот-ассистент Джима Рейнера. Адъютант. Сообщит вам информацию о предстоящем Тайде. Круто. Так, День независимости. Первая миссия вроде как. Даже тот номер миссии нигде не написан. Доступные технологии. Пехота общего назначения. Наземные воздушные цели атакуют. Я уж всех юнитов-то не помню, но это точно знаю, что это самый крутой юнит, который по земле и воздуху атакует. Уничтожить форпост Доминиона. Да, базара, море. Так. Открыть. Нет, ничего. Начать выбранное задание. Начать. Адъютант, что там у нас? Доминион использует станцию Дальнее в качестве основного транспортного узла на Марсаре. Через нее проходят все грузы. Недавно основная часть войск Доминиона покинула станцию, ослабив оборону Дальней. Как реагируют местные? Местное население поддерживает антиправительственные настроения. Но ему не хватает оружия и организации. Если мы отобьем станцию у Менгска, он еще долго не сможет вернуть себе власть над Марсарой. Готовь корабль. А сам он интересный. Сам он интересный на Марсаре сейчас сидел. Я считаю, что не вкуриваю. Ну что, парни, давайте покажем местным, что не нужно бояться Доминиона. Так, пять корифанов. Командир, обучающие видеоролики готовы к просмотру. Так. Движение войска, да? Ролики-то нам зачем? Управление камерой. Украю экран. Мне это передвижение не нравится. Атака. Ну это понятно. Правой кнопкой. Игровая механика. Блять, еще есть вредные мастерские, странно. Управление. Выбрать армию. Ив-2. Нормальная тема. Автоатака. Так. Одиночный цельный, это понятно. Уделение, это понятно. Выбрать все боевые единицы. Тоже нормально, тем за исключением рабочих. Основные приказы для войск. А. И щелчок левой кнопкой по земле, это нормальная тема. А СВД у нас есть. Нужно пользоваться. Для перемещения или атаки. Двигаться. Правой кнопки по земле. Сосредоточить атаку. Щелчок. Или А. Зачем щелчок? Ноткой по правой, по левой, по цели. А, она. Сдавай механика. Богатые месторождение. Веспен. Завесы пусты. Завалы. Башни. Туман войны. Так, что там было? Генераторы. Зоны ускорения. Скорость передвижения земных поисков в области на 35%. Не влияет, а скорость атаки. Подавление. Замедляют передвижение. Ну, прикольный цены. Войска. Иранов. О, вот это нормально. Ну-ка, надо читануть. Морпев. А чё? А где ещё? Улучшение. Запас на 10. Разобрать. А, разработать. Короче, 0 прокачано. У меня здоровье 45. Этот, походу, ещё сейчас у меня есть. Время между атаками. Получается 0,86. Дальность 5. Чё, 5. Урон 6. Граня 0. Викинг. Это, наверное, что в этой будет части. Викинг только воздушные цели. Воздушные против воздушных. Джим Рейнри. Тоже нихрена не улучшено. Не только Гаусс. Ну, урон у него побольше. Скорость как у морпеха. Скорость атаки. А урон гораздо больше. Дальность побольше. Элитный морпех. А где здоровье у него? А, вот есть. Ладно. Рассредоточиться. Держите ухо во строе. Не подставляйте спины. Вперед. Так, это я чё? Создал группу, получается, на один. Допустим. Ну-ка. А как? Можно попробовать. А как их разобрать? Приказы будут. Так, вот я выбрал одного. Нажимаю. Не молчи. Оп, и все выбраны. Я не подведу. Ну-ка, если я так вот. За мной. А, нормально. Так. Или ещё какие-то щиты надо было. Рейдеры вперед. Собака куда-то ведёт. За мной. Можно попробовать. Чё это? О, следушки перемещаться нормально. Я не подведу. Не ходите по этой дороге. А, чё это? Рейдеры вперед. Можно попробовать. За мной. Так. Рождественные единицы. Захерачи. Рейдеры вперед. Рейдеры вперед. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Присмотритесь к своим соседям. Не позволяйте инакомыслию расколоть наши ряды. Командир. Клокатура. Стэндов поможет разжечь бунтарские настроения. Меня от Минкска уже тошнит. Расстреляйте стенд. Гархал. Сердце Доминиона. Но сердце будущего. Вы. Простые люди. Рейдеры вперед. Я не подведу. Можно попробовать. Толчок. За мной. Главное вот эти стенды не пропустить. Ещё где-то должны быть. Я не подведу. А где все? Рейдеры вперед. Где-то тут стенды. Главное не пропустить найти его. Рейдеры. Моя семья. Мои соседи. Я не подведу. Не нравится мне всё это. Один из шести. За мной. Блин, мне не лечится никак. Командир. В центре города собирается крупный отряд Доминиона. Значит, пора отправить им наш подарочек. Рады тебя видеть, Рейнар. Ждём приказаний. Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело Доминиона. Так. Где-то тут, мне кажется. Рейдеры вперед. Должен быть ещё один. А, вот он. Можно попробовать. Спрятан. Работайте на совесть. Гордитесь своим трудом. Каждый должен внести вклад в дело Доминиона. Ради безопасности общества мы готовы пойти на любые жертвы. За мной. Рейдеры вперед. Работайте на суть. Я не подведу. Рейдеры вперед. Я не подведу. За мной. Так, тут уничтожали. Можно попробовать. Здесь где-то в уголке, наверное, есть. Рейдеры вперед. Мы защитим вашу свободу. Дерьмово. Что дерьмово-то? Четыре из шести. Ещё два осталось. Это дополнительное задание. Я не подведу. За мной. Можно попробовать. Наконец-то. Вижу гражданских. После прибытия на место раскопок вас накормят. Моего брата отправили в шахту на прошлой неделе. С тех пор о нём ничего не было слышно. Всё понятно. Обманщик. Предатель. Стой! Куда? Они стреляют по мирным жителям. Вперёд! Ну, это беспощадо, конечно. Я не подведу. Рейдеры вперед. За мной. Менгску придётся заплатить за многое. Спасибо, Рейнар. Мы знали, что ты не бросишь нас в беде. Ближе к ванпосту доминионцы удерживают ещё несколько колонистов. Сейчас разберёмся. Так, чё и как? Я не подведу. А, это просто... Так. Шериф Рейнар. Давненько вас не было видно. Мы с вами, рейдеры! Так, это не знаю, что сделаем. Рейдеры вперед! Это закрытая территория! Вы арестованы! Мы тебя прикроем, Рейнар! Я не подведу. Рейдеры вперед! За мной! Я не думала, что мы способны пойти против них. Но оказалось, что способны. Теперь у вас для этого есть и оружие, и ресурсы. Не дайте Менгску снова поставить вас на колени. Ну а как? А как житель я собираюсь, что я где-то не освободил три жительства? Странно. Сложность боится, это другая сложность. К черту! Всех противников... Ветеран. Ну, похер на эти ачивки. Победа есть. Играть снова мы не будем. Все эти ачивки, я думаю, уже на других уровнях сложности делать. Просто проходить. О! Коточка. Сиги. Все как обычно. Колония Мерсара. Колония Мерсара. Сиги. 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 Знаешь, для главного преступника в секторе тебя не так уж и сложно найти. Решил навестить тебя. Малыш Джимми Рейнер. Народный герой. Тайкус Финдли. При костюмчике. Спасает от сюрпризов. Я слышал, тебя заморозили. Пожизненно. Что, дали отпуск за хорошее поведение? Да, дружище. Теперь я образцовый гражданин. Так чем я обязан честью? Хочу предложить тебе кое-что подружнее. Знаешь, зачем доминионцы сюда прилетели? Нет, но ты же мне расскажешь. Они выкапывают артефакты пришельцев, приятель. Твой друг Менгск на этом помешался. Но у меня есть кое-кто, готовый выложить круглую сумму за каждый артефакт, что мы позаимствуем у доминиона. От таких предложений не отказываются. Да, Тайкус? Тогда по рукам. Шестьдесят к сорока. Семьдесят к тридцати. В мою пользу. Прямо как в старые добрые времена. Именно. Теребен. Путочка. Сара. Иногда мне кажется, что лучше бы тебя тогда убили. Эту я раньше не видел. Твоя работа, Джимми? Местные готовы поднять восстание против Менгска. Их просто нужно немного раскачать. Ты слишком серьезно относишься к своей революции. У всех свои увлечения, Тайкус. Идите. Воздушно. Воздушно-предвоздушно. Новости. Задания. О. О. не мое дело. Но как ты оказался на свободе? Ну, я выломал дверь холодильника, когда меня этапировали в новый Фолсом. Черт, да я удавил не меньше дюжины охранников голыми руками. Да-да, где-то я это уже слышал. Расскажи еще, как ходил по воде и совратил дочку начальника тюрьмы. Не хами, сынок. Слышал я, как ты выбился в записные освободители, пока я отдыхал в застенках. Что такое, Джимми? Война за правду и справедливость оказалась не по зубам? Рано меня списывать со счетов, Тайкус. Обещаю, так или иначе власти Менгска придет конец. Осталось еще новости, позиции. В эфире прямая трансляция из студии ЮНН на Кархале. И с вами я, Донни Вермиллион. Наш корреспондент на Марсаре, Кейт Локвелл, готова сообщить нам шокирующие новости. Кейт? Спасибо, Донни. Известный бунтовщик Джим Рейнер возобновил подрывную деятельность против Доминиона. И надо сказать, что возвращение получилось эффектным. Рейнер и его рейдеры напали на склад Доминиона возле станции Дальняя, захватили деньги и оружие и раздали их местному населению. Кейт, я уверен, что местные жители не приветствуют появление в своих краях столь отчаянного и кровожадного преступника. По правде говоря, Донни, люди, с которыми мне довелось поговорить, очень рады. Спасибо, Кейт. Итак, Джим Рейнер терроризирует мирных жителей Марсары. К другой теме. Используют ли ваши дети стимуляторы? Болтай, болтай, приятель. Это только начало. В другой теме связи. Так, чё, чё, есть ты? Так, чё, что ли? Задание. После вашей операции на Марсаре поднялась волна витяжей против режима Арктура Мянкска. Тем временем, бывший заключённый Тайкус Фингли выяснил, что на Марсаре найден инопланетный артефакт, и Доминион ведёт работы по его извлечению из-под земли. Захват артефакта нанесёт Доминиону очередной удар, а его продажа таинственным знакомым Фингли может принести значительный доход. Короче, Лег, нормальная тема. Адютант всё рассказал. Вне закона. С виду обычный старый аванпост. Что в нём особенного? Не торопись с выводами. Доминионцы уже несколько месяцев ведут тут раскопки. Видишь кран? Они раскопали инопланетный артефакт и готовятся поднять его. Чтоб не провалиться. То-то же. Стоит иногда доверять людям, Джимми. Ну ладно. Пора задать жару Доминиону. Разнесём их в базу и вытащим эту крошку оттуда. Вон там ребята добывают. Вне закона. Ключевые моменты. Игра автоматически сохраняется. Если вы испытываете затруднения, то можете загрузить сохранённую игру и попробовать другую. Что происходит? Так, получается 30 рабочих может... Командир, программа обучения обновлена. Незостаточно минералов. Для атаки аванпоста нам потребуется гораздо больше морпехов, чем у нас есть сейчас. Нужно обучить новых бойцов в казармах. Ещё нужно обучить побольше КСМов в командном центре и отправить их добывать минералы. Ресурсы нам пригодятся. Так. КСМ готов! Одного взять? Чего пугаешь? Так, что там ремонтировать, построить здание. Что там можно? Центр не надо. КСМ готов! Без пен. Зачиняк! КСМ готов! Так, а это что? Этот самый тон. Выкладывай! Казармы. Завод хранилище надо делать. Требуются дополнительные хранилища. А? Ага, хранилище надо построить. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ТСМ готов Кого подладать? ТСМ готов Ура! Сверхурочные! Что происходит? Что стрясло? ТСМ готов Есть работенка Так, примите, с нашимой судовести ТСМ готов ТСМ готов Прочь с дороги Прочь с дороги Розь и опасен Так, сколько на минуту подладает Бегу, Омар! Есть? Может соточку сделать, в принципе, 200 зачем? Кого подладать? Давай, удиви меня! Так, ЦРС Как скажешь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бути! Кто на новенького? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что происходит? ТСМ готов! Так, принялищины. Завод. Казарно Да Пристройка завершена Пришим готов КСМ готов Доктора вызывали Так, уничтожить базу Применяем Сейчас пойдем Доктора вызывали Доктора вызывали КСМ стоит А? Пристройка завершена Пристройка завершена КСМчиков пять штук Доктора вызывали Доктора вызывали Доктора вызывали КСМ готов Так, там медик Вооружен и опасен Командир Доминион Атакует базу повстанцев На Деле Западе Вот и славно Значит, к нам они пока не сунутся Дайку с этим людям Нужна наша помощь Нельзя их бросать Спасти подстанцию Там он проблем Кому навешать? КСМ готов Показать КСМ 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 Рисап Готов ДАВАЙ! БЕГО МАР Брикады будут? Я уже заждался. Задавим их интеллектом. Прочь с дороги! Выходим и приступаем к делу. Необходимо зачистить территорию. Кому навешать? Вооружен и опасен. Понятно? Кто на новенького? Будет сделано? Еще бы. Доктора вызывали. Я ждусь. Точняк. Рикорд получен. Окей. Давай, удиви меня. Что за спешка? А-а-а! Доктора вызывали? А-а-а! Отлично! Превосходно! Вовремя вы появились. Мы в долгу не останемся. Если понадобится помощь, только скажите. Добро пожаловать в команду, парни. Да. Это ребята Рейнора! Так, а кто здесь у нас медики? Приказы будут? Вооружен и опасен. Все понятно. Рейнор, молодчина! В хранилище. Хожу, что... Так точно! Черт у Доминион! Понятно! Кому навешать? Задавим их интеллект! Давай, удиви меня! Что за спешка? Доктора вызывали? Так, что еще есть? Какие задания? Точнее! Вон они! Проси дороги! Вас понял! Внимание! Приближаются вражеские гелионы. Еще бы! Рейкат получен! Быстро ты вскрыл этот бункер, Джейми. С твоими бойцами и моей деловой хваткой мы многого добьемся. Отлично! Давай, удиви меня! Выполняю! Отлично! Конечно! Отлично, все! Жду, не дождусь! Кому навешать? Кому навешать? Вход в систему управления краном. Расшифровка кодов защиты. Управление краном получено. Чудо! Осталось поднять эту крошку и можно убираться отсюда. Дволь протерь. Контейнеры с ресурсами. Это еще надо найти все контейнера Наверное денег дают за это Плюс на сложности боясь И не понести потерь 14 минут Катал Хм Любить ли я посидеть Прилично Марсара Если не ошибаюсь 3 миссии на Марсаре А там уже куда-то дальше отправятся ребята Катся в оборуду Охота Это что Я думал протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад Четыре года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке Пошли на охоту Иди если хочешь А я с ними уже навоевался На две жизни хватит ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это все Нормально, патруль. Трофея. А кого это, воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? А это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя «Тише воды ниже травы». За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Так, Тайкус, кредиты. Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется фонд Мебиуса. Фонд Мебиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я – известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличает в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тейкс. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Так, ну все вроде совсем побазарил. Задание. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции Дальнее и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Тут все понятно. Дается здание бункера. Баблишко. Что-то там продержаться надо. Начнем. Сохранимся. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох. Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь. Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно. Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Время чем? Надо подсохраниться и потом еще запишу. Часть. Примерно по часику. Так, где там у нас? Сохраниться. Часть. 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 так а если загрузить как будет загрузить или еще незаконно там что это болеть может это время еще потом загрузим а а а а а